Итак, мы с вами говорим о том, что бывает, когда человек получает очень жесткую судьбу, и по факту молитва, духовная жизнь, жизнь даже в храме, вот человеку всех поубивали, как бы ему может спасти только монастырь. Вот, знаете, самый простой способ, это пожить в монастыре какое-то время, и быть с монахами, службы духовные постоянно, или в святое место уехать, побыть. Это очень быстро облегчит сердце. Ну, то есть тебе нужен просто сильный контакт с Богом в это время. Это не обида, это разрушение, разруха в сердце происходит, когда тяжелейшие события происходят в жизни, насилие, разруха. Или изнасиловали женщину там, ни за что. Она разрушена, она не может дальше жить. Нужна духовная энергия, нужно храм какой-то, духовное отношение, духовные службы, иначе не будет жизни. Не убрать это по-другому. Если, допустим, у тебя обида в сердце годами находится, значит, причина здесь вообще не в том, что что-то какое-то разрушение. Это уже концептуальная обида. Это означает, что ты веришь в человека, а не в Бога. И вот вера в человека, она вызвала такое разрушение в сердце. Потому что вера такие разрушения. Для чего? Чтобы ты поменял веру. Когда ты начинаешь с Бога верить, у тебя сердце по отношению к человеку успокаивается, потому что ты понимаешь, что он просто человек. Он не может по-другому поступить. Все люди, они ограничены в своих возможностях нас понять, сделать правильный поступок. Ограничение очень существенное. Все люди ограничены колоссально для того, чтобы правильно все воспринимать. Мы находимся в иллюзии. Ну, то есть, у нас с потолыку сбить очень быстро можно. Но если человек не хочет это принимать, он хочет видеть мир таким, как и он хочет, он не хочет принимать, что люди слабы вокруг. Они все равно будут глупости делать, и ты не можешь гарантировать себе рядом с людьми ничего вообще в этом мире. Можно верить в правительство. Я вот всю жизнь работала. Где защита моя с моей старости? Старость человека защищает Бог, а не правительство. Правительство что, контролирует ситуацию? Оно может обеспечить мир людям в какой-то степени, но не полный. Войны же все равно возникают, несмотря на то, что есть правительство. Нам никто не удаст защиты, кроме Бога. Если человек всю жизнь пытался для Бога жить, то Бог защитит его старость. Правительство тоже в какой-то степени защищает, но не полный. Но если ты не хочешь ничего признавать и понимать, дальше будет обидно на правительство, что я всю жизнь отдала вот этому заводу, меня потом я заставил, меня вышвырнули. Так жизнь надо не заводу отдавать, а Богу. Чего ты заводу-то ее отдавал? Кто тебя просил? Жизнь человеческая предназначена для Бога. А если ты не знала об этом, ну так тогда чего обижаться? Ты не знала, что надо жизнь не заводу отдавать, а на заводе надо просто работать и все. Жизнь надо отдавать Богу. А потом что происходит с тобой, когда ты не имеешь знания, как правильно жить? А дальше у тебя протест внутри. Он может по-разному выражаться, есть разные характеры. Некоторые просто тихонечко попискивают, а другие могут себе попортить кожу. Ножом, понимаете, в знак протеста. Но суть этого протеста одна. Ты не хочешь двигаться дальше, ты не хочешь узнать, что такое жизнь. Ты упрямишься. Вот и вся суть.